Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, душевное дело неестественно человеку и составляет неотъемлемую принадлежность его. Человек не может быть без мыслей и чувствований. Мысли и чувствования служат признаком жизни человека. Непрестанное занятие естественно душе. Дать душе занятие богоугодное есть непременная обязанность каждого, вступившего в монастырь. Такое занятие святыми отцами названо душевным деланием, умным подвигом, блюдением ума, хранением сердца, трезвением, вниманием. В помощь желающему стяжать спасительное душевное делание, святитель Игнатий предлагает советы, заимствованные из Священного Писания и Писаний Отеческих. Они собраны на страницах пятого тома сочинений Владыки, которые сегодня мы и предлагаем вашему вниманию. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с семитомным собранием творений святителя Игнатия Бринчанинова, которое вышло в свет в издательстве «Ковчег». В предыдущих программах на нашей книжной полке были представлены четыре тома, в которые вошли «Аскетические опыты святителя», «Слово о смерти» и «Слово о человеке» и «Аскетическая проповедь». Пятый том получил название «Приношение современному монашеству» и является драгоценнейшим памятником русской национальной культуры. Поразительные по духовной тонкости, интеллектуальной мощи, богатству языка и аскетической строгости – этот труд есть своего рода энциклопедия устроений и жизни монашеской души в череде скорбей и радостей иноческого бытия. Сочинение такого уровня в XIX веке стало первым после творений преподобного Нила Сорского. Сам святитель это прекрасно понимал, со смирением отмечая, что его аскетический труд содержит в себе приспособление учения преподобного Нила к современному монашеству, то есть в сущности служит учебником душевного делания и подвига, руководством по достижению и притворению в жизнь монашеского идеала. В предисловии книги святитель пишет, «Приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим составить духовное завещание на духовные блага, которыми ущедрило меня десница Бога моего». Завещанием называю душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Завещание приношу в дар возлюбленным отцам и братьям, современным инокам. Духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, я называю монашество, которому я призван с детства чудным призванием и незреченную милостью. Не представлено мне было принести жизнь мою в жертву суете и тлению. Взят я, восхищен широкого пути, ведущего к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискорбный, ведущий в живот. Путь тесный имеет самое глубокое значение. Подъемлет с земли, выводит из омрачения суетую, возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице его в незаходимый свет для вечного блаженства. Святитель называет свое сочинение таинственной исповедью. Прошу принять исповедь, пишет он, с вниманием и христианским снисхождением. Она достойна того и другого. Предлагаемое мною учение заимствовано из святого учения святых отцов Православной Церкви и теоретически, и опытно ознакомившихся с учением Евангелия, усвоивших себе это учение. По словам святителя, очень многими потрясениями был испытан он в жизни. И поэтому владыка, как добрый пастырь, обращает ко всем вступившим на монашеский путь голос заботливого предостережения. Так, говорит преосвященный автор, поступает путешественник, претерпевший страшные бедствия в многотрудном и продолжительном путешествии. Свои заметки, драгоценное сокровище, он передает тем, которые намерены предпринять подобное путешествие или уже и вступили в путь, не зная его, или ознакомясь с ним лишь поверхностно, по описаниям устаревшим. Рассматривая содержание книги, отметим, что в первой главе говорится о важности изучения евангельских заповедей и о жительстве в соответствии с ними. Инок, пишет святитель, «С самого вступления своего в монастырь должен заняться со всевозможной тщательностью и вниманием чтением святого Евангелия. Изучить его так, чтобы в Евангелии всегда предстояло его памяти, и он на каждом нравственном шагу своем, для каждого поступка, для каждого помысла имел в памяти готовое наставление Евангелия». Таково завещание самого Спасителя. Однако это завещание дано не только монахам, но и всем людям. Ведь страшный суд предстоит всем, и не только монахи будут судимы на суде Божьем по евангельским заповедям, но все люди, о чем святитель и напоминает во второй главе. Из вышесказанного, по словам святителя, яствую, что главнейшим келейным занятием новоначального инока должно быть изучение Евангелия и всего Нового Завета. Впрочем, как учит Святой Отец, новоначальный должен сперва изучать заповеди Господа в Евангелиях от Матфея и Луки. От изучения заповедей всех евангелистов, при исполнении заповедей делами и прочие писания, из которых состоит Новый Завет, сделаются удобо понятнее. При чтении евангелистов должно читать и Благовестник, то есть объяснение Евангелия блаженным феофилактом, архиепископом болгарским. По словам святителя, чтение Благовестника необходимо. Оно способствует правильному пониманию Евангелия и, следовательно, точнейшему исполнению его. Святитель отмечает, правила Церкви требуют, чтобы Писание было понимаемо так, как объясняют святые отцы, а отнюдь непроизвольно. Руководствуясь в понимании Евангелия объяснением Святого Отца, объяснением, принятым и употребляемым Церковью, мы сохраним предание Святой Церкви. Особенно это необходимо и полезно сейчас, в наше время, когда мы отделены многими веками от обычаев и положения, в недре которых жительствовали и произносили свое учение отцы. Применение учения их к современному положению иночества в нашем Отечестве. Такала была и архипастерская цель при изложении предложенных в книге Советов. Уповаем, пишет святитель Игнатий, что они могут служить руководством для иноков нашего времени по тому положению, которое им предоставлено промыслом Божьим. Уповаем, что убогий труд наш может быть с пользой приложен и в общежительном, и в штатном монастырях, и к жизни инока на подворье или при часовне, и к жизни инока, находящегося в долговременном послушании посреди мира, и к жизни инока, постриженного в монашество при духовном училище, занимающего при нем какую-либо ученую или административную должность, даже к жизни мирянина, который захотел бы среди мира с особенным чайнием заняться своим спасением. Предношение современному монашеству, это выдающееся сочинение, по характеру подходит к писаниям древних аскетов и является величайшим вкладом в сокровищницу мирового христианства. В то же время оно представляет собой душеполезное и назидательное чтение, дающее читателям решительно православное направление. Братья, обращается к нам святитель Игнатий, примите приношение духовное и не осудите за скудость его. Скудость приношения свидетельствует о скудости имущества. Вашую верою и усердием восполните эту скудость, а молитвами и благословением вознаградите потрудившегося для своего и вашего спасения. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу, и я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok